Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Христу С хлебопреломлением, с Евхаристией Совершим мы такой утреннюю молитву Даст Бог Сегодня вечером Тоже причастие Евхаристия, но бесконтактное Вот мыслью своею Сердцем своим Причастимся к Господу Тело и кровь Иисуса Христа Размышляем И приятно очень видеть Как Ну как сказать Я писал и пишу Такие короткие Сообщения В социальных сетях И приятно видеть, что Порой сотни перепостов Таких Очень таких важных Архиважных таких слов В частности вот Кровью Иисуса Христа Я написал Кровью Иисуса Христа Агнца Божьего Моего Спасителя Господа моего Иисуса Христа Я спасен Я исцелен Я освобожден Я благоставлен Слава Иисусу Христу Аллилуйя Слава Богу Друзья И вот Здесь В Петербурге Эти дни я В земле северной Молюсь О духовном пробуждении Петербурга России Всей И всей нашей Истрадавшейся земли Слава Богу Молюсь за Украину Молюсь За Киев Молюсь О наших церквях Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Вот И Молюсь Сегодняшним вечером Также В август За Собор О предстоящем Соборе Конференции Такой Реформаторской Православной конференции В августе Месяце Соберемся мы В Киеве В нашей церкви Как раз К празднику Преображения Господнего Приглашаю всех Уже сейчас Остается не так-то И много времени На самом деле Вот Ну что там Июнь Июль Вот Ну сейчас Окончание мая Месяца еще Но уже В принципе Остается немного Времени Вот И Уже 18 Августа Воскресенье Это будет И 19 Собственно Августа Мы соберемся На Преображенский Собор В Киеве Прошу Ваших молитв Даже Те из вас Друзья Что не смогут Быть в Киеве В августе Месяце 18 И 19 Августа То Прошу Ваших молитв Вашего Участия Также Финансового Молитвенного Участия Это очень важно И В первых числах Августа Я планирую Уже приехать в Украину Приехать в Киев Вот До начала августа Я буду здесь В России В Белоруссии В Грузии То есть Вот В этих вот Странах наших Вот И Уже В августе Месяце Планирую Ехать В Украину Во Львове Конечно же Буду В Черкасской области Наконец-таки В Звенигородке В нашей Да Вот И Значит Также В Киеве Конечно Вот И 18 августа Запишите себе В календаре Ваше Ваше Расписание Вот Годовое Там Расписание Вот Я Раньше Ранее Не оповещал Вас Об этом Но Вот Ныне За три месяца Я начал Оповещение Уже За три месяца До начала Собора Я начал Говорить об этом В таких Прямых эфирах Потому что В прошлом году Мы собирались Также В прошлом году Мы отмечали С вами Девяносто пятилетие Со дня начала Рождения Вернее Со дня рождения Православного обновленчества Мидо Да Слава Иисусу Христу Господу Спасителю нашему Пусть Господь Благословит вас Все устроит И укрепит Всякое начинание Да Проведет Господь Духом Своим Работу свою Во имя Иисуса Аминь Аминь Да будет так И благодарю Всех вас За молитвы ваши Вот И молюсь Сегодня Благоставляю Бога И молюсь За всех наших Священнослужителей Молюсь За Наших Священников Епископов За Наше братство Молюсь Слава Богу Вот И До августа Месяца Будем подвязаться В молитвах И темой Преображения Как вот В прошлом году Я говорил об этом Но Как такового Собора Именно Вот Вот Который Хотелось бы Видеть Его не было То есть Были Только Наши люди Гостей Очень мало Было Почти не было Гостей И это Неправильно Я считаю Потому что Собор все-таки Тем более Такой Реформаторский Православный Собор Он Знаете Должен быть Нацелен По моему мнению Как раз Именно Вот На Такое Общехристианское Такое Единение На Настоящее Единство Верующих Слава Богу Это очень важно Независимо от конфессии Динаминации Вот Церковь Непрестанно Реформируется Церковь Всегда Обновляется Вот Такое Ну Скажу так О Спасибо тебе Господь Обозначение Собора Что ли Вот Его Тезис Главный Такой Спасибо тебе Господь Благословен Бог наш Всегда Ныне Приснан Во веки Веков Аминь Слава тебе Боже Наш Слава тебе Аллилуйя Спасибо Господь Спасибо За Эти Дни Спасибо За Предстоящий Собор Благодарю Тебя Господь Благослови Всех Наших Братьев Сестер Сейчас Благослови Всех Кто Подключился Сейчас К этому Прямому Эфиру В этот Вечерний Час Вечерней Молитвы Благослови Господь По богатой Своей Милости Во имя Иисуса Христа Благословляю Сейчас Свою Семью Благословляю Супругу Свою Детишек Наших Внуков Наших Благословляю Во имя Господне Благословляю Вас Друзья Подключающиеся Благословляю Благословляю Ваши Дома Родных Ближних Во имя Иисуса Христа Да Благословит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Слава Богу Господь Благослови нас Сейчас В этот вечерний час Благословляю Твоим великим именем Петербург Благословляю Во имя Иисуса Христа Всю нашу Истрадавшуюся Землю Господь Благословляю Иерусалим Сейчас Благословляю Израиль Боже Всевогущий Благодарю Тебя Что 71 Один год тому назад Ты совершил Великое чудо Господь Боже В эти дни Господь Израиль Был Возрожден Твоей Рукою И это Действительно Великое Твое Геополитическое Чудо Слава Тебе Господь Благослови Боже Всех нас Сейчас В этот вечерний Час Слава Тебе Аллилуйя 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 Спасибо Тебе Господь Вот И Сейчас Прочту Из Слова Божьего Друзья Прочту Сейчас Некоторые Строки Аллилуйя 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 Это первых два стиха Шестьдесят шестьдесят шестой Главы Спасибо Тебе Господь Я вот как раз Сейчас это выделю И Сделаю Такое Сейчас Так Сообщение Спасибо Мы живем Мы живем В Исключительное время Время Исключительной благодати Удивительнейшей благодати Спасибо Асотова Да и Александр Никитин Это тоже написал Дай Господи Мир Нашим Народам Слава Богу За Свободу Веры Аминь Знаете ли Самое Печальное И Самое Больное Вообще Самые Больные Такие Болезненные Раны Могут Наносить Как раз Самые Близкие Люди И вот Также Чем народы Ближе друг к другу Тем Больнее И обиднее Вот эти Раны Эти Самая Война Она Братоубийственна Знаете ли Действительно Мы же Братья Вот И Всякая Война На земле Она Братоубийственна Братья и сестры Дорогие Друзья Начиная С той Самой Первой Войны Ну С первоубийства Будем договорить Да Самого В истории Человечества Произошедшего Тогда еще Вот Описанного В Библии Да Почти Шесть тысяч лет Прошло С того времени Но Знаете ли До сих пор Перечитываешь Иди Выдаешься Как же Они могли Так поступить Как же Он мог Так поступить Каин Убил Авеля Да Родные Братья И Еврейский Апостол Павел Говорил как раз Что от одной Крови Бог произвел Весь род Человеческий Для обитания По всему лицу Земли Вот И Любое Любая война Любое убийство Это брата убийства И брата убийственная война На самом деле Спасибо Спасибо Господу За Действительно Мир В сердцах Наш И между народами Вот И Конечно Кровожадные Всегда люди Есть на земле Но Кровожадных Господь Гнушается И Это не его люди Никогда Господь Не одобрял Кровожадность И Кровожадного Он действительно Гнушается Как написано В слове его Алли Гнуя Спасибо Тебе Господь И вот Братья и сестры Я называю это время В котором мы живем Исключительное время Божьей благодати Называю временем Третьего храма Эпохой Третьего храма Так оно и есть Возлюбленное Так и есть Уже Два тысячелетия Безмалого На протяжении Вот Тысячи Девятьсот Восьмидесяти Девяти лет Вот скоро Как раз Будет Тысяча Девятьсот Восьмидесяти Девятилетие Со дня Вот Начала Будем так говорить Церкви Но оно уже Ну будем так говорить Точнее Уже наступило Но церковь Родившись Родившись тогда Почти два тысячелетия назад Она родилась На Голубовском кресте Родилась церковь В крови Машиаха В крови Христа Иисуса Но Облеклась Силою Свыше Облеклась Силою Свыше В день Пятидесятницы Поэтому Так же Ну с полным правом Действительно Мы Называем День Пятидесятницы Праздник Шевуот Именно Днем Рождением Церкви Хотя Опять-таки Подчеркиваю Что Все-таки Если брать Ну Историческую Справедливость И правдивость То Исторически И духовно Это не совсем правильно Потому что Исторически И духовно Рождение Церкви Произошло Чуть раньше На Голубовском кресте И это связано Как раз со временем Празднования Пасхи Вот И наша Пасха Христос Заклон за нас И Он Родил нас В крови Своей Святой Церковь Рожденная В крови Машиаха В крови Христа В день Пятидесятницы Она облеклась Силою Свыше То о чем Я сейчас Рассказываю Это все Повествования Евангельские Библейские Славик Да Храни вас Бог Спасибо Огромное Благодарю вас За пожелания Молитесь Возлюбленные Благодарю всех За молитвы За Финансовое участие Молитвенное участие В моем служении Вот И Правда Я приехал В северную столицу Сюда В Петербург В надежде И больше Все-таки По городу Пройтись Помолиться В городе В самом И посетить Собрание И даже Пообещал Быть При возможности В собраниях Вот Но К сожалению Вот По состоянию здоровья Не смог быть Эти дни Я Даже в собраниях Не смог быть Вот Но Господь дал Вот Помиловал меня Вот я снова На ногах И Знаете ли Вот Эти дни Последние Сейчас Вот Пребывание В Петербурге Намереваюсь Как раз Посетить Собрание Посетить Христиан Вот Если вы В Петербурге То Напишите мне Пожалуйста На Вайбер Ватсап Все контакты Они указаны Под Каждым Этим Видео И под этим Вот Который вы сейчас Смотрите Трансляции Также Есть все Мои Вот эти Контакты Вот Слава Богу На вайбер Ватсап Я телефоном Фактически Не пользуюсь Ни в России Ни в Украине Редко Когда я Включаю телефон Именно как телефон Чаще всего Телефонами Я пользуюсь Как Для Интернета Одним словом Вайбер Ватсап Вот Значит И отвечаю На вопросы Стараюсь И Делаю Там Какие-то Ссылки Рассылки Там Прочие То есть Как бы Это Практичнее Как бы И В общем-то Ну Я Нахожу Это Но для себя Приемлемым Вот А дальше Посмотрим Как Бог даст Вот Уже Трудиться Вот Потому что Нужны помощники Тоже И в интернете Поэтому Киевляне Тоже Отзовитесь В августе Месяце Давайте Встретимся В начале Августа В первых Числах Августа У нас В Киеве Встретимся Поговорим Об этом Как раз Помолимся Вот И если Вы Можете Как-то Помогать Вот Таким образом Компьютере В служении Интернет Служении То Добро Пожаловать И еще Даже еще Более важно Слушайте В августе Месяце В начале Августа Если вы В Киеве Да И если вы Играете На музыкальных Инструментах Каких-то Вот Или же У вас Вы Вы сами Не играете Но у вас Есть музыкальные Инструменты Которые Вы не знаете Куда Их Определить То Вот знаете Куда Можно Определить Поэтому Свяжитесь Со мной Также По Вайберу И Ватсапу Александр Пишет Аминь Я вас Понял То есть Действительно Так и Есть Кровь Христа Иисуса В этом Третьем Храме Действительно Величайшей Святыней Является Кровь Машеха Кровь Иисуса Христа Который По Нас Объединяет И вот Сегодня Вечером Я не Совершаю Причастия Хлебопреломления Но Размышляю О великой Таинстве О великом Таинстве Размышляю Сейчас Рассуждаю О том Что Действительно Бог Да Он не Вроготворенных Жилищах Живет Небо Престол Мой Он говорит Земля Подножия Ног Моих Где Постройте Вы Дом Для Меня Но Мы Знаем Даже Еще В те Далекие Времена Владимир Да Привет Привет Сергей Журавлев Приветствую Владимир Приветствую Вас Слава Богу Он Даже Тогда Ветхом Завете Через Исайю Пророка В 66 Разделе 66 Глава Во втором Стихе Бог Открывает Свою Тайну Да Ибо Все Садила Рука Моя И все Сие Было Говорит Господь А вот На Кого Я Призрю На Смиренного И Сокрушенного Духом Аллилуйя 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 Спасибо Тебе Господь И Натрепещущего Перед Словом Моим Аллилуйя Даже Тогда Даже В те Далекие Времена Во времена Исаии Пророка Бог Открывал Уже Свою Тайну Да Что Он Не В рукотворенно Жилище Хочет жить И может жить А в сердцах Человеческих Среди Людей Хочет жить Аллилуйя Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 О Спасибо В Новом Завете Свершилось Великое Чудо Друзья 1989 Лет Тому Назад Свершилось Великое Чудо Из Чудес То О чем Молились То О чем Мечтали Лучшие Будем так Говорить Сыновья Сыновья И дочери Народа Божьего На протяжении Всех Прежних Столетий Осуществилось Иисус Христос Родил Нас На Голговском Кресте Спасибо 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 И Церковь Божья Облеклась Силой Свыше И таким Образом Родился Новый Народ Да Да Вот А вот На кого Я Призрю Насмиренного Сокрушенного Духом Натерпещущий Перед Словом Моим Аллилуйя Аллилуйя Так И Есть Вот Там Здесь За окном Шумный Город Его Сейчас Очень Хорошо Слышно Да Вам Вот Но Ничего Благоставляю Город Благоставляю Если сирина Может кому-то плохо Или что Благоставляю Во имя Иисуса Христа Вот И Храм Божий Святой Храм Божий Третий Храм Это Ныне Мы с вами Живые Камни Из живых Камней Бог созидает Свою Церковь Главой Церкви Является Сам Христос И основанием Храма Божьего Этого Третьего Храма Является Сам Иисус Христос Аллилуйя Спасибо тебе Господь Благодарю тебя Благодарю тебя Благословен Бог наш Благословен Господь Благословен Спаситель наш Благодарю тебя За великое чудо Которое ты свершил Господь Боже Почти 2000 лет тому назад Отдав Самого себя Отдав Сына своего Единородного Своего Агнца своего Кровушку Свою За нас Проливший Слава тебе Слава тебе И хвала Благодарю тебя Господь За духа Святаго Утешителя Твоего Благодарю тебя Господь За великое чудо За это таинство Всех Таинств Христос В нас Упование Славы Благодарю тебя Аминь 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 Благословляю вас всех Братья и сестры Кто подключился Кто подключается Да Верующих Разных Конфессий Деноминаций Разных ветвей Христианства Потому что Древо Такое Многоветвистое Древо Христианства Но Ствол у нас Один Корень у нас Один Да Это сам Господь Он Он и только Он Аллилуйя Спасибо тебе Господь Аллилуйя Аллилуйя Боже Благодарю тебя В этот вечерний час И благоставляю Твоим великим Именем Сегодня Церковь Твою Благоставляю Народ Твой Благоставляю Всех Святых И верных Твоих По всему лицу Земли Находящихся Господь Пребывающих Всех Любящих Тебя Тебя Боящихся Малых И великих Благоставляю Все ветви Христианства Боже Всех Именующихся Великим Твоим Святым И страшным Именем Сладчайшим Именем Иисуса Христа Всех Именуемых Христианами Дал нам Новое Имя Нас Зовут Христиане Он Нас Делал Родными Бог Нас Нас Делал Друзьями Дал Нам Новое Имя Нас Зовут Христиане Спасибо Господь Спасибо Благослови Сегодня Церковь Свой Храм Свой Святой Это Третий Храм Самый Великолепный Самый Величественный Боже Все Предыдущие То Что Знало Человечество Боже Это Лишь Было Слабое Подобие Это Лишь Было Прообразом Вот Этого Величия Нынешнего Храма Аллилуйя Куполом Которого И основанием Которого Является Сам Христос И весь Этот Храм Братья И сестры Называется Телом Машефа Телом Христа Аллилуйя Александр Никитин Пишет Да Привет Шлют Вам Братья И сестры Из церкви Городой Винницы Аллилуйя О Винницу Часто Вспоминаю Особенно Пастора Фреда Фредерика Нкает Эдлор Церковь Воскресшего Христа При случае Привет Ему Передавайте Ждем Вас В гости Брат Сергий Слушал Вас Когда Вы были В 2008 году Александр Брат Возлюбленный Давайте Вот В августе Ближе к августу Напомните о себе Напишите мне на вайбер Ватсап Хорошо Вот И с превеликим удовольствием Посещу Винницу Вот Послужу у Вас Вновь Словом Божьим Вообще Хотелось бы Не просто Даже в отдельных церквях Побывать А вот Нечто Знаете Поучаствовать В каком-то таком Молитвенном Майдане В каком-то таком В такой Межцерковной Межцерковной Рады Какая-то Чтобы Чтобы Рада Церковь Собралась Чтобы Вместе Мы Вот Действительно Вместе Мы Молились Славили Бога Там Харизматы Песятники Баптисты Адвентисты Православные Католики Разные 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 Вот Для меня Это самое Вообще Знаменательное Такие Самые Великие Просто чудесные Служения Вот И с большим удовольствием Александр Послужу В Виннице В этот раз Потому что Весной я был Вот Ну Ранней весной Но Фактически Никуда Не ездил Был Почти Все время Был в Киеве У нас В церкви Но вот В августе Месяце До собора До 19 Августа 18-19 Августа Я буду В Киеве А потом Я в вашем Распоряжении Слава Господу Так что До встречи В августе Месяце Слава Богу Вот Благословляю всех вас Во имя Господне Тем более К этому времени Даст Бог Уже И Тоже В Тернопольской Области Побывать Вновь И Во Львове Вновь В других Городах Слава Богу Спасибо тебе Господь Даст Бог Да И еще Кто сейчас С Украины Смотрит меня Молитесь И по возможности Тоже Поспрашивайте Братьев Сестер Может у кого-то Там Бусик стоит Такой Или там Минивэн Или бусик И Любая машина В принципе Сейчас нужна Дареному коню В зубы не заглядывают Если есть автомобиль Вот То И Кто-то не знает Куда его Можно сейчас посеять В какую почву Вот Одна из почв Благоприятнейших Сегодня Это почва Как раз Православно-реформаторского Движения Вот Нужны машины И с украинской пропиской Короче И с российской пропиской Тоже нужны Потому что Приходится здесь По центральной Европейской России Ездить И даже по Украине Я передвигаюсь В последние годы Вот несколько лет Чаще всего По Попуткам Бла-бла-кар Используя Я это называю Бла-бла-черч Потому что Очень много Уже прекрасных Свидетельств Молитв Покаяния Исцеления С попутчиками Моими Поэтому я не унываю И слава Богу Сейчас пока безлошадный Но Не унываю Потому что Любящим Господа Призванным По его изволению Абсолютно Все На пользу Все Ко благу Знаете ли Господь обращает Все Ко благу Вот Но Нужна Машина Сейчас У нас в Киеве Только одна машина У отца Алексея Сейчас Это Деу Ланос Но Машина Уже Ну Одним словом Уже Не жилец Фактически Да Значит Уже переремонтированная Ремонтированная Много раз И Вот Больше Уходят на ремонт И всякие Честно говоря Поэтому Молитесь И по возможности Участвуйте Кто Имеет авто В Украине Или же в России Или же И там И там Потому что Нужна машина Такая и такая И всякая Слава Богу Так Шлют А Это уже Уже читал я Никите написал Хорошо Кстати Здесь вот я вспоминал Добрым словом Тоже Игоря Никитина Был такой Здесь В Петербурге Служитель Божий Уже ушел В вечность Вот И ТБН Христианского телевидения Здесь Директор был Ушел в вечность Вот я его Вспоминал Добрым словом В эти дни Тоже Как говорится Царство небесное Да Борис Устеменко Пишет Да благословит Господь Ваше служение Обильно Аллилуйя Аминь 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 Аллилуйя Спасибо Господу За все Спасибо Боже Спасибо Вот И что друзья Благословляю всех вас Своими Господни Паки и паки Как говорится Снова и снова Молимся О теле Христа Вот Сегодня молимся О теле Христа О всей церкви И конечно же О православных ветвях К сожалению Которые как правило Очень неблагополучные Чаще всего Мертвые Надломленные Отломленные Засохшие Засыхающие Но Бог Силен Оживотворить Оживить Будем так говорить Мертвое воскресить Да А больное Исцелить Слава тебе Господь Аллилуйя Спасибо тебе Боже Всемогущий Благословляю всех вас Во имя Иисуса Аминь Да И паки Благословляю Как говорится Снова и снова Благословляю Свою супругу Детишек Спасибо Что супруга Меня вот так вот Вдохновила Сейчас вечером Тоже Сделал такое Включение Молодец она у меня Вот Потому что я не планировал Так вечером Сегодня выходить В эфир Вот А потом Списались Вот она написала Планируешь ли выйти Ну Давай Выйдем Слава Богу Вот А утром В 6 утра Подключайтесь Так что До встречи До связи С Богом Мир Всем вам И благодать Умножится Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Пребудется Всеми нами Амин Аллилуйя Аллилуйя